МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и итоги недели смотрите в выпуске. Масштабы ненасти и ураганный ветер принес немало хлопот коммунальщикам и жителям города. Итоги, а также рекомендации юридического характера в наших материалах. Озеро в лесу, благоустройство Сегдзенского, благо или вред разбирались на месте. Разгар приемной комиссии. Будущие студенты штурмуют вузы. О ходе кампании в РГУ расскажем далее. Рязанская мэрия закупила 34 квартиры для детей-сирот, еще 20 в процессе приобретения. И это при том, что начальная закупочная стоимость выросла на 700 тысяч рублей. Глава администрации города Елена Сорокина побывала в новых сиротских однушках и двушках. И, похоже, осталась довольна увиденным. Здесь сколько метров? 44,6. Большая квартира. Большая. Двухникам, мы знаем. Гостиная, спальня, гардеробная, да? Санузел. Эта квартира пусть и считается вторичкой, но выглядит вполне прилично. Свежие пластиковые окна, моющиеся обои на стенах, новая система отопления и электрика. Для детей-сирот вполне подходит. Въезжать в квартиру по улицу Прудная можно уже сегодня. Дворовая территория зеленая и вполне уютная. Сам дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко стадион со спортивной площадкой, детские учебные заведения. То, что здесь остается, то есть хозяин, наверное, останется. Ну, захочет новый житель, квартир оставить. Оставит. Не захочет свою поставить. На кухне есть кухня, который тоже остается. Ну, ничего плохого мы не оставляли, мы оставляли только то, что реально в хорошем состоянии. Как сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ, в этом году стоимость жилых помещений возросла, и из областного бюджета были направлены дополнительные средства. Начальная максимальная закупочная стоимость повысилась на 700 тысяч. С 1,9 миллионов рублей до 2,6. Сейчас для детей-сирот закуплено 34 квартиры. Еще 20 лотов в торгах. Рязань сегодня, как известно, лидер по росту цен на однушки. Возможно, это спекулятивная накрутка, но легче городскому бюджету от этого не становится. Наличие жилья для детей-сирот в городском фонде величина необсуждаемая. Буквально на днях наша телекомпания рассказала о новой волне коронавирусной инфекции. И на этом инфекционные новости не заканчиваются. Сейчас в мире разбушевалась другая зараза – оспа обезьян. В России уже выявлен первый случай. Региональные инфекционисты рассказали, стоит ли бояться. Высыпание на теле, расширенные лимфоузлы и высокая температура – это главный симптом оспа обезьян. Сама сыпь, которой вирус так славится, появляется на третий день. А когда болячки засыхают и отпадают, остаются рубцы. При той же обычной ветряной оспе такого нет. Ее инкубационный период – от 6 до 16 дней. Полное лечение – 2-3 недели. Передача от человека к человеку осуществляется при близком контакте. То есть воздушно-капельный путь предусмотрен, но возбудитель оспа обезьян. Не образуется легкий аэрозоль, который может распространяться на длительные расстояния. Соответственно, большую роль играет близкий контакт. Это с биологическими жидкостями. Заболевание, кстати, не новое просто в этом году, но впервые вырвалось за границы своего естественного ареала. На сегодня, по данным ВОСПа, лет больше 10 тысяч человек. Из них 8 тысяч в одной только Европе. В России выявили пока только один случай. Специфического лечения при оспе обезьян нет. Это симптоматическая терапия. И методы защиты. Самая обычная, неспецифическая профилактика. Это соблюдение дистанции. Это использование средств индивидуальной защиты. В группе риска беременные, люди с низким иммунитетом и подростки. Последние туда попали, кстати, из-за того, что им не ставили вакцину от ОСП, считают медики. Взрослой части населения, тот уколчик 80-х, все же пригодился. Однако есть версия, что полностью он не оберегает. Поэтому, если симптомы заметили, то сразу же вызывайте врача на дом. Он решит класть вас в больницу или лечить на дому. Пока в регионе случаев не зафиксировано. Но врачи говорят, что встретить болезнь готовы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Институт кураторства в Рязанской области, по сути, не работает. С этого тезиса начал заседание правительства Павел Малков. Те министры, которым был поручен этот функционал, похоже, не справились. Их визиты на подшефную территорию – большая редкость. Именно поэтому надзором за эффективностью и нужностью расходования бюджетов кое-где займутся другие люди. Институт кураторства в Рязанской области, по сути, не работает. С этого тезиса начал заседание правительства Павел Малков. Те министры, которым был поручен этот функционал, похоже, не справились. Их визиты на подшефную территорию – большая редкость. Именно поэтому надзором за эффективностью и нужностью расходования бюджетов на местах кое-где займутся другие люди. Вот, например, Минспорта закрепить там, где мы спорт серьезно будем развивать, где какие-то объекты будем строить. Минтранспорта закрепить за районом с самыми плохими дорогами. Заодно при распределении узнают, где у нас самые плохие дороги. И так далее. Где-то можно по два района за одним человеком закреплять. Ну, там, где, например, особенно городской округ и окружающий район. Все еще раз разложим, вместе посмотрим. И потом попрошу кураторов выезжать вместе со мной в поездки по районам. Все держать на контроле. При этом кураторам необходимо теснее взаимодействовать с властями на местах. В этом случае, как известно, не исключены коррупционные риски. Но будем думать, что здесь все будет просчитано. Может быть, за этим будут следить кураторы над кураторами. Ну, а если серьезно, рассчитать, в какой район и сколько нужно сейчас отправить новых школьных автобусов, тоже задача ближайших дней. В Скопинском районе уже практически бьют в набат. То, что ездит там сейчас, автобусами можно назвать с большой натяжкой. Обновление идет достаточно медленно. Но у нас поручение Министерства образования я там уже зафиксировал. У нас в регионе около 300 автобусов ездят школьных. Техническое состояние их надо посмотреть, проверить, проанализировать. Сейчас закупка школьного автотранспорта за счет федерального бюджета ведется. В августе планируется покупка более 50 автобусов, поставка. Поэтому конкретно по Скопинскому району надо будет решить уже в этом году. У нас, тем более, заявка от администрации на три машины есть. Соответственно, прошу Министерства образования это учесть при распределении. И также прошу именно образование представить мне график по замене школьных автобусов по всем районам. Вот так вот системно. Ситуация с подготовкой к зиме, по словам Павла Малкова, сложная. И здесь, внимание, у Рязани по наличию снегоуборочной техники отставание от нормативов огромное. То есть фактически техники этой нет. Ну, то есть убирать-то нечем. Поэтому надо сейчас уже начинать приобретать технику и для работы с реагентами, для обработки улиц и для очистки от снега. Я прошу такую возможность уже сейчас изыскать и в муниципальном, и в региональном бюджете. Мы, конечно, за один раз, за один год эту проблему не решим, но, по крайней мере, двигаться в этом направлении надо начинать. Приятная новость. Региональная казна снова пополняется на 2 миллиарда 185 миллионов рублей. Больше половины из этих денег предусмотрено на ремонт рязанских дорог, приоритет возведения которых будет отдан школьным и социальным маршрутам. В Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина в самом разгаре приемная комиссия. И уже есть некие промежуточные итоги. Самыми популярными направлениями остаются юриспруденция, социология и иностранные языки. Впрочем, добавились и новые специальности. Около 7 тысяч заявлений от абитуриентов уже поступило в РГУ имени Есенина. Подать документы сейчас можно разными способами. Через личный кабинет на сайте вуза или персонально. Приходят выпускники школ и бакалавриатов. Мы перед самым началом приема получили около 100 бюджетных мест на магистратуру. Дополнительных бюджетных мест. Это для нас была приятная неожиданность. И сейчас мы ждем потока абитуриентов, которые будут подавать заявление именно на магистратуру. Первые поступающие в магистратуру уже привезли документы. Бакалавриат закончил Институт естественных наук в направлении туризм. Слоги правления. Ну, надо пробовать что-то новое. Ну, я училась в филиале Ростовского государственного университета. Училась в городе Таганроге. Это родина Антона Павловича Чехова, очень знаменитого писателя. Вот. И решила поступать сюда, потому что зимой была в селе Константиново. Я очень прониклась творчеством Есенина. Мне очень вас здесь нравится. И поэтому решила попадать сюда. Мечтаю стать хорошим учителем. Самыми популярными специальностями остаются ИНЯС, статистика, юриспруденция. Однако интерес растет и к другим специальностям, на которые еще несколько лет назад бывал недобор. У нас огромное количество заявлений на направление подготовки химии. Около 150 только на бюджет. Также люди рассматривают и платное обучение. По сравнению с моим годом поступления, на самом деле, желающих поступить на факультет, например, на химию, стало только больше. И если мы посмотрим на баллы, которые были в 2019 году, когда я поступал, они стали выше. Я думаю, это больше связано с тем, что сейчас идет больше продвижение в научной сфере. Не только химической, но и биологической, экологической. И поэтому людям это более перспективное направление в будущем. Одновременно с приемом документов стартовали так называемые дополнительные вступительные испытания. Они касаются тех абитуриентов, кто поступает на такие направления подготовки, как логопедия, специальная психология, педагогическое образование физической культуры, журналистика и так далее. То есть там, где третий экзамен – это ЕГЭ. Подвести итоги можно будет только после приказа о зачислении, а пока судьбы будущих студентов вершатся прямо в режиме онлайн. Шквалистый ветер с дождем, прошедший на этой неделе, наследили практически во всех районах Рязани. В городе настоящий коммунальный аврал. Городские службы до сих пор продолжают убирать с улиц сломанные ветки, листья и другой мусор. Как это было в нашем следующем материале. Ой, дерево упало! Господи! Наша березка! Ой! Рязань накрыла ураганом примерно в 6 вечера. Практически все районы одновременно. На картах это выглядело как один большой черный шлейф. Внезапность и скорость стихии буквально ошеломили жителей города и практически сразу стали поступать сообщения в информагентствах. На Затинной и Кудрявцево срывало железные листы с крыш, на большой упавшие деревья перекрыли выезд из Рязани в направлении корабляной Выжгорода. В этот вечер в МЧС, кажется, звонил весь город. Спасатели реагировали оперативно, а тем временем скорость ветра выросла до 17-25 метров в секунду. За прошедшие сутки в ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области поступила информация о 84 случаях падения деревьев и конструкции в городе Рязани. В 24 случаях требовалась помощь сотрудников МЧС и аварийно-спасательной службы. Ситуация находится на контроле ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области. Как сообщают на сайте городской администрации, ремонтные бригады вышли в ночь, но полная картина произошедшего предстала лишь с утра. На Чапаева-9 распилили упавшее дерево и убрали его с проезжей части. То же самое сейчас на Ленинского комсомола-28. На улице 2-я линия, 27, городскими службами проведена опиловка сломанных веток деревьев. И таких адресов сегодня десятки. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала сегодня сразу по нескольким адресам. Первым делом мэр приехала к детскому саду номер 66, на территорию которого упала большая липа. И вот как раз эта хорошая липа у нас, они все падают в деревья, которые зеленые. А те какие сухие? Вот смотрите, они стоят. По сообщениям Рязанской мэрии, во время урагана оборвала линия электропередач примерно по 70 адресам. Пять бригад работали всю ночь и к утру свет дали на 25 участках. Всего же Рязанские городские электрические сети получили 53 заявки. Обрыв проводов, отключение электричества преимущественно в частном секторе. Впрочем, восстанавливать пришлось не только подачу электричества, но и горячей воды. На улице Строителей 5 дерево упало на теплотрассу. Заложником инцидента стал многоквартирный дом. Дерево надо убирать, РМПТС сюда. Устанавливаем трубу. Горячее водоснабжение у нас повреждено. Знают про это. Где бригада, Дмитрий Натольевич? Я бригады не вижу. Давайте бегом. Бегом сюда, бегом. Управляющая компания убирает ветки, РМПТС устанавливает водоснабжение. Алгоритм действий городских служб сегодня понятен. Сначала очистка проездов к соцучреждениям. Затем уборка во дворах, но и здесь помогает управляющая компания. По прогнозам синоптиков, грозы сильными порвами ветра где-то на подступах к Рязани. Но на этот раз власти обещают их не пропустить. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. И возвращаясь к ураганам, на неделе их было сразу несколько. И это всегда головная боль для автомобилистов. На машины часто падают сломанные ветки, а то и целые деревья. А вот понять, с кого взыскивать ущерб, получается не у всех. Как считает Герман Гущин, чтобы получить компенсацию, нужно знать несколько нюансов. Прошедший недавно в Рязани ураган, помимо собственно коммунальных, обозначил и один имущественный вопрос. С ДТП все понятно. Водители вызывают полицию, а ущерб возмещает страховая компания виновника. Но что делать, когда на машину падает дерево? Кому предъявлять претензии? Давайте выяснять. Если упало дерево на машину, в первую очередь надо вызвать, конечно, полицию. Зафиксировать сам факт падения дерева. И, конечно, полиция устанавливает зону ответственности. Кто отвечает? В нашем городе обычно за деревья отвечает дирекция благоустройства города, администрация города Рязани. Но есть дворовые территории, где отвечает управляющая компания или ТЦЖ. Есть также просто территории как собственников. А вот, значит, если полиция установила, чья зона ответственности, вообще очень хорошо все в постановлении написано. Если же полиция не установила это, это устанавливается в суде уже. По словам экспертов, ни в коем случае не стоит самому очищать автомобиль ответок, листвы и обломков. Источник повреждения должен оставаться в том же самом месте, даже если возникло препятствие для движения других машин. Сразу же после происшествия необходимо максимально подробно все снять на фото и видео. Зафиксировать все повреждения автомобиля, разломы и оставшийся от дерева пень. Также, помимо повреждений, придется сделать обзорные снимки места происшествия, чтобы в кадр попали название улицы и номер дома. Фотографии нужно делать с различных ракурсов. Кроме того, желательно найти свидетелей и взять у них контактные данные. Дел достаточно много, можно сказать, особенно учитывая то, что в последнее время участились эти ураганы. Еще хочу также сказать, что представители ответчиков ссылаются на то, что форс-мажор ураган был. Как бы это мы не отвечаем. Но в любом случае у нас Верховный суд пояснил, что они должны тогда доказать свою невиновность. И в суде в основном суд встает на сторону потерпевшего. После того, как у вас приняли заявление, нужно оценить стоимость ремонта машины. Для этого потребуется независимая экспертиза. Во время осмотра специалист должен изучить видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксировать процесс на фото. Также стоит помнить, что ОСАГО компенсирует только ущерб другим участникам ДТП, если вы виноваты в аварии. Такой полис не страхует ни вас, ни ваш автомобиль. По нему не получится возместить ущерб, если дерево упало на вашу машину. Герман Гушин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сегдинское озеро – одно из любимых мест отдыха горожан в лесу в отдалении от городской суеты. При этом на доступном расстоянии от города в жару оно становится местом притяжения для целых семей и больших компаний. Пляж здесь благоустроенный, полянку окашивают. Но в этом году благоустройство, по мнению отдыхающих, вышло за рамки. Разберемся в ситуации. В группе ВКонтакте, известного в городе экологического Рязанского альянса, в конце прошлой недели появился пост о том, что по периметру озера Сегдинского кто-то выкосил вдоль уреза воды всю прибрежную траву. В народе камыш на самом деле рогоз. В сообщении организации сказано, на Сегдинском озере идут работы по благоустройству. Зачем-то вырубили весь камыш вдоль уреза воды. Что за замысел, непонятно. Так все и лежит. Такая жара. Да ведь там и животные прятались, утки всякие, ежики и так далее. Теперь люди ходят, уже тропинку протоптали. Конец цитаты. Первым делом мы обратились к экологу и общественному деятелю Евгению Рыбакову. Озеро Сегдинское – это памятник природы. У памятников природы должны быть, если формально подходить, режимы охраны. Это озеро стало памятником природы в 1974 году. И режимы там так очень слабо описаны. Но даже в них написано, что нельзя проводить работы, которые могут нарушать гидрологический режим и которые могут навредить животному миру. Про гидрологический режим не знаю. Посмотрим, чем дело кончится. Но, судя по всему, если чем меньше растительности, тем больше будет высыхать поверхность. И так озеро очень упало по уровню воды. А то, что там прятались всякие утки, ежики – это же очевидно. И теперь у них нет этого дома. Отдыхающих на озере исчезновение камыша тоже, как минимум, удивляет. Конечно, немало хорошего сделано в этом сезоне. Наша съемочная группа успела заметить новые мостки, очищенный лес, завезенный на волейбольную площадку песок, выпиленные аварийные деревья. Вроде бы сплошные плюсы. Но вот зачем косить рогоз вокруг всего озера – этот вопрос вызывает скорее недоумение. Я по своей первой раз это то, что камыш. Вот все спрашивают, почему камыш. Хер, ну мы-то люди подневоленные, нам сказали, потому что в договоре ясно написано – уборка камыша. Ну на это озеро никогда никого не пускали. Это были обкомовские дачи. Тут даже купаться нельзя было, рыбу ловить тоже нельзя было. Тут милиция ходила, нас забирали. Я родился вот, приозерное, 4 километра отсюда. Мнения людей разнятся, как в комментариях в соцсети, так и расположившихся на отдых в лесу. Одним нравится вид убранного от заросли озера, другие отмечают, что пропала природность и естественный вид. Купаться, конечно, никто не бросил, но вопросов много. Впрочем, на месте скошенной травы уже растут молодые побеги. Непродуманные какие-то решения. Хотя мы тоже обращались устно в Министерство природопользования. Они говорят, что экологическую экспертизу проекта прошел. Замечаний нет. Очень странно. Наша телекомпания однозначного ответа на вопрос о коз прибрежной травы во благо или во вред пока не получила. Мы отправили запрос с интересующими нас и отдыхающих людей, а также экологов, вопросами в региональные Минприроды. И будем ждать ответов по проекту благоустройства Сегденского. Настоящего природного чуда в 20 километрах от областного центра. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». С 5 июля в Рязанской области ввели особый противопожарный режим. Теперь во всех муниципальных образованиях области в настоящий момент установлен 4 класс пожарной опасности. А в Клепяковском районе 5 максимальный. Валерий Седов продолжит. Здравствуйте. Добрый день. Вы с какой целью приехали? В оккупатке. Вы знаете, что сейчас есть особый противопожарный режим? Да, мы с 5 числа. Вот так подходить, напоминать каждому и приходится, мол, ведите себя осторожнее. В области введен особый противопожарный режим. Предупреждают и обычных отдыхающих, которые приехали в Солочу просто искупаться. Кто-то слышал про новый режим, кто-то нет. Но, как известно, незнание законов от ответственности не освобождает. При введении особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Такие, как запрет посещения гражданами лесов, въезда автотранспорта в леса, за исключением проживающих граждан и въезда спецтехники. Кроме того, муниципальными образованиями введены дополнительные требования в ряде населенных пунктов и муниципальных образованиях в части запрета применения открытого огня, использования мангалов, зажигания мусора, разведения костров. Так приедешь в Солочу отдохнуть, развести обычный костер, можно тут же нарваться на штраф. Сейчас даже незатушенная спичка может стать причиной лесного пожара, говорят сотрудники МЧС. Поэтому и рейды серьезные, и штрафы. Штраф, соответственно, с 8 июня сейчас был увеличен в 10 раз. И в соответствии с особо противопожарным режимом он сейчас будет составлять от 40 до 50 тысяч на граждан. На юридические лица должности, соответственно, гораздо больше. Гораздо больше – это 1040 для должностных лиц. В этом году два человека уже с подобной суммой расстались. У юридических лиц штрафы на порядок выше – от 400 до 800 тысяч рублей. С начала года один штраф. Пока что. Но больше всего госказну пополнили отдыхающие. На разведение костров попались 138 человек. Даже заплатив по минимуму, суммарно выходит 5,5 миллионов штрафа. Зато никаких крупных возгораний в этот пожароопасный период зарегистрировано не было. Если не понимают сердцем, то поймут рублем – решили ведомстве. Как раз именно сотрудники пожарного надзора занимаются профилактикой пожаров, предупреждением в первую очередь. А уже во вторую очередь – это надзорная деятельность, это проведение проверок. В этом году, кстати, государственный пожарный надзор отмечает 95-летие со дня образования ведомства. Но если вас поймают, сговорчивые юбиляры вряд ли будут. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.